Добрый день! Сегодня анбоксинг и мы поговорим о кубиках 8 на 8. Изначально у меня был кубик Шэнк Шоу, который очень плохо крутился в самом начале, но спустя определенное количество сборок, кучу смазки и прочего, он стал крутиться вполне хорошо. По мне восьмерка это неофициальный головолом, который универсальный. То есть ее можно брать в дорогу, если ты не за рулем и покрутить. То есть тут есть все фишки сборки центров любых больших кубов. Есть два паритета, поскольку это четный куб, ну и реберный паритет, поскольку это все-таки большой куб. Все хорошо, всего хватает, он и большой, и не очень, и есть все паритеты. Короче, можно тренироваться, получать удовольствие и собирать. Я часто вот шестерку брал с собой в дорогу, куда-то на 2-3 часа ездил, приходилось просто сидеть. Но все-таки он туговат, хотя я разработал Шэнк Шоу, многие кубы от Шэнк Шоу не любят, хотя когда-то они были лидирующими. Вышли кубы от Юк Син, и они были всем хороши. Вообще всем хороши, но меня расстроил розовый цвет, да? И то, что кубик от Юк Син был крупнее. Вот так вот видно. Крупнее, чем от Шэнк Шоу. Я думал, он поменьше будет. Тенденция к уменьшению всегда идет. Но нет, он был еще крупнее. Здесь очень такой смачный оранжевый цвет. То есть это Color. Внутри неокрашенный пластик, Primary или Premium. Кому как нравится. Отличное кручение. Просто восхитительное. Но он здоровый. И меня всем устраивал куб от Юк Сина. Кроме размера и розового цвета. Так что время от времени я его достаю и собираю. Я ждал, что какая-нибудь фирма, типа Мофанга, либо Мою, что-то выпустит. И тут Мою выпускает восьмерочку. Сразу видно, она значительно меньше. Восьмерка вышла под бюджетным сабрендом Кубинг Класс Ром. Пускается в левом пластике, в черном пластике и в калории. Мы брали большие кубы с наклейками. Это уже как-то не очень серьезно. Они там какие бы хорошие ни были, они все равно испортятся. Давайте откроем и сравним поближе. Так, на коробочке у нас тут немного по строению. Восьмисвойный магический куб МА8. Ничего нового, стандартная коробка, инструкции нет. У нас замотана вот такой пленочке. И очень обидно смазка. Очень весь кубик жирный. Так, ну давайте по размеру. Сразу видим колоссальную разницу. Юксин, Шэнг Шоу, МФ-8. Я специально достал семерку. МФ-7. Они одинаковые размеры, с семеркой. Даже по ощущению, что семерка чуть больше. Чуть выше. Элементы, ну, естественно, мельче, чем в семерке. Вот шестерка. Да, вот примерно одного размера со стандартной шестеркой. Хотя, если взять шедоу, то, конечно, шестерка шедоу поменьше будет. И элементы у нее покрупнее. Так, отодвинем лишнее. Сразу, что можно сказать. Цвета, ну, такие же, как у МФ-7. Нет розового цвета, нормальный красный. Все одинаковые. Элементы маленькие. Очень-очень маленькие. И очень ширный. Очень обильно смазан. Крутится, крутится, крутится. По-моему, он очень тугой. Очень тугой. А вот я хочу вращать отдельно внешний слой. А с ним захватывается вот еще внутренний. Видимо, надо ослаблять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давайте. Что-нибудь еще потестируем. Так. Очень тугой затянут. Наверное, перестраховались на заводе. Затянули, чтобы вот это все хозяйство не попнуло. Насколько я знаю, внутри должен быть неокрашенный пластик. Но элементы сделаны не как у Юксина. То есть здесь у нас полностью все из неокрашенного пластика и пластинки. Там, видимо, должен быть внутренний механизм. Да, не видно на камеру. Но он там есть. На фотографии приложу. Не буду пока ломать. Давайте замешаем. Очень, очень, очень туго. Вышла в продажу уже девятка этого же бренда. Я подумал, куплю сначала восьмерку. Если она мне понравится, то уже и девятку. Да, и компания Moe позиционирует этот кубик как скоростной. Конечно, размер, я думаю, поспособствует. Но скорость вращения тут что-то пока подводит. Очень сильно подводит. Анонсированные эти кубы восьмерка и девятка были очень давно. Так, вот такой вот лакапчик у нас случилось. Но он вернулся сам. Так, давайте резку углов проверим. Не режет. Не режет. Не режет. Хоть совсем чуть-чуть. Микроскопический какой-то. Ну, вот что-то вот так вот срезает. Но опять, это он сильно затянут. Сделаю пару сборок на такой настройке. Потом, наверное, буду ослаблять. Ибо невозможно. Типа он такой жирный весь. Найдите, зачем протереть. Ладно, пока потерпим. Пока не впечатляет, если честно. Пока из всех восьмерок Юксин все-таки лидирует. Вот, если мы его возьмем, то есть это божественное кручение. Ну, и притертый шум-шолл, конечно, пошумнее. Крутится все равно лучше, чем вот этот МФ-8. По весу. Из-за размера огромная разница в весе. Даже если сравнивать с семеркой, МФ-7, то есть коробка к кручению было вполне вот такое бодрое. На нем очень мало сборок. Его нельзя считать притертым. Но я надеялся на что-то вот такое. Но не вышло. Совершенно нет. Да, вот семерка кручила прям божественная. Хотя проблема из семерки была постоянно в вылезающие крышки. Ну, мне просто не очень понравилось. Хотя для бюджетки вполне неплохой куб. Крышечки постоянно что-то выпирают. Причем крышечки, если я не ошибаюсь, не только центральные, но и со всех элементах. Придется вот так вот заправлять постоянно. Надеюсь, здесь такой проблемы нет. Возможно, из-за того, что он такой затянутый и весь в смазке пока впечатлений не очень. Но я пока не спешил бы рекомендовать этот кубик. Хотя все может поменяться спустя какое-то количество сборок. Непривычно, очень мелкие элементы. Давайте я попробую хотя бы одну полосочку собрать. Пару полосочек. Например, вот желтый. Да, очень, очень тупый. Неудобно фокусироваться на том слое, который хочешь повернуть. Но это возможно все-таки. Попытаюсь повернуть один внешний слой, вращается все вместе. Это, конечно, минус. Да. Наверное, я все-таки даже только одну сборку соберу. И потом ослаблю. Что-то тут совсем все тяжело. Не, но собирать можно. Цвета достаточно хорошо различаются. Если вам видно, у меня руки все уж такие жирные от этого кубика. Надо его поставить, чтобы он просох. А сейчас, перед тем, как брать другие губы, руки надо как следует помыть. Чтобы с этими жирными не были. Нехотя так проворачиваются слои. Очень нехотя. Через силу. Что у нас тут осталось? Вот этот элемент. И где-то еще. Вот такой вот. Ладно, дособираем один центр. Ну, восьмерку там в районе 10 минут. Надо собирать. Но я что, с такой скоростью мне это сейчас не получится. Так, мы победили первый центр. Короче, сомнительные впечатления от первых вращений этого кубика. Конечно, я весьма рад, что сделали уменьшенный размер. С размером с обычную, со стандартную шестерку. Это очень хорошо. Это удобно. То есть, я не очень люблю мелкие трешки. А Ганн 354 я так и не стал покупать. А вот большие кубы нуждались в том, чтобы их уменьшить. Держать в руках гораздо удобнее. Думаю, понастраиваю. И будет получше. Будет мне время побольше. Поиграемся с ним. Это вот дособеру и пускай сохнет. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok